привет исследователи это истинный следователь исследователь то же самое был у меня ролик где я новости описывал какие заметил в общем то рядовой ролик там я ругал обывателей ну как я понимаю что к обывателе от которые вот сами сидят их не интересует чего вокруг даже если все вокруг развалилась там радиация кругом причем не не то что интересует там гопни кенбергит ругаются меня тоже не особо интересует но такие вот сраные обыватели это которые там что-то взорвалась ядерная станция атомная станция все грязное люди больные все туберкулезом вич им спидом в кафе там уже эти все люди работают если вы куда-то пойдете они вам накажет а им это все равно то есть можно сказать что я тоже обыватель я не против но я не хочу что было вот кругом вот такой вот радиация и туберкулез это уже вполне реально можно сказать что это даже есть уже в россии вот против таких вот обывателей я и говорил выступал то есть сказать сказать истинный обыватель вот я который у которого и вокруг надо чтобы было хорошо можно думать я про свою жопу письку думаю но это невозможно чтобы не был нормально вокруг был развал сатанизм а вот сатанистом как раз это возможно вот вот в чем разница понимаете слово просто обыватель давать не как угодно тут она не описывает полностью ситуацию потому что кать вот он на своей жопе думает так и то только о своей жопе и прям что вот в метре вокруг его не интересует вот чем проблема а там просто смерть рядом и он ну ладно там свою жизнь например вот рядом там аэс какая-то сраная ти а из которые нахер никому не нужны и строят везде до сих пор россия вот она все херово она взорвалась и и все он сдох а я вот например говорю что блин нет не надо хватит а из пошли в жопу своими из я как бы хочу ну не хочу чтобы рядом было вот это говно в итоге как бы если меня слушать то по идее больше шансов выжить прожить нормально мне и всем остальным поэтому это эти люди предатели в этом ролик назвал предатель страны до 3 пыш ша предатель страны земли земли галактики я бы сейчас сказал я не отказываюсь что с такими людьми сделать ну ничего я фактически с ними не могу сделать там сами себя наверное уничтожит не знаю что там будет мое дело было рассказать в чем именно разница потому что ну я считаю вот серьезная просто очень разница говорить одно слово обыватель но совершенно можно разное подразумевать я уже объяснил что то есть даже если я сраный обыватель но я не такой и также например вот смотрите если вот сраные эти обыватели андреи пыжики вот сторона диктаторская фашистская до россия перебежала куда-то цивилизованную но тут рядом от финляндия например и то же самое будет сидеть игры все срать на тебя страна которая даже ему там нормальную зарплату будет давать если в финляндии 4000 евро зарплата у грузчиков 280 тысяч рублей вот все равно он будет чуть прижмет но даже вот россия рядом что здесь взорвется аэс это ленинградская саная еботня это и и все и он дальше побежит но либо сдохнет ли побежит скажет филляндия дерьмо россия дерьмо вот вот в чем вот эта опасность вот с этими санами обывателями как бы вся земля едина и вот это развал который в россии его и вот эти вот цивилизованные страны они в этом тоже участвовали такие же бандитские они все по сути но не буду сейчас про это очень я хотел просто про про цензуру я правила youtube и прочитал несколько раз я не против них я за там что нельзя злобу ругать то всяких инвалидов я не против я в своих роликах но бывает иногда ругаясь конечно перехожу но сейчас стараюсь вообще не переходить эти границы но чем проблема с этой вот цензурой с правилами там даже с вами самих вот этих правилах ютюбовских там описано если ты критикуешь ты критикуешь вот какого-то чиновника самое государства и что ты типа каким-то бандитом что ли стал так они они бандиты сама государство бандитская сказал что они и как бы здесь вот не разобраться никак даже вот эти правила ютюба они не решают эту проблему там у них написано да если не определить как ты критикуешь или или врешь там клевещешь и ну может потом пообсуждаем как это как с этим разобраться вот ну то есть то есть такие вот вещи когда ты бы не говоришь что там убить кого-то просто вот критикуешь правильных спроса ну как я считаю вот я правильно доктор скритику это просто паразит сраной бандюга который не права от какие-то там защищает нарушает и убивает всех людей вот но если это говорю то типа я становлюсь бандитом это конечно проблема и за это все у меня трешку по сайту бьют и канал естественно закроет заблокирует что что я показываю вот это видео я специально решил вытащить если кто не знает самые бандиты террористы но даже сказал это это есть государство вот его сми вот эти первый второй канал россия вот канал на ютюбе есть может быть их куча я не знаю вот самый известный вечер с владимира соловьевым 396 тысяч там канал россия еще на россии то есть до приходят эти бандиты и они нарушают и правила ютюба и все законы российские экстремизму вот уголовные статьи но их не наказывают потому что они от виды от банды выступают баба до себя не может наказать и вот здесь как пример я показываю я думал что может быть убрали не этого не убрали то есть youtube сотрудничает с бандитами сам является бандитом и террористом с террористами вот надеюсь вот это сказал свое мнение может быть за это мнение меня тоже youtube накажет но пускай наказывает в общем-то пускай меня все наказывают но я не считаю что что-то такое ужасное неправильно я говорю сейчас вот вот эти вот настоящие бандиты террористы я не занимаюсь бандитизмом терроризмом ну ты террорист терроризм значит такое это страх что у тебя вызывает государство бандитского меня вызывает страх то есть его сто процентно террорист что страшно какие-то бандиты мелкие да они опасны но они ужасный страх у меня не вызывают ауда государства вызывает поэтому государство это обязательно вот террорист и youtube тоже сотрудничать начнем тоже террорист так все вроде объяснил вот ролик видите остался вот здесь соловьевым вот что и на 4 тут они убирают дислайки эксперимент был канал быть или уберут или нет не убрали ну все понятно местные бандиты прекрасно сотрудничают с другими странами которые псевдо цивилизованные я уже повторяюсь а и что я думаю еще как это происходит вот youtube местный филиал и они встречаются прям вот с чиновниками спецслужбами бандитами и те говорят вот у вас есть доход там миллиард долларов либо там наших ребят не трогаете либо мы вам закрываем все игры да хорошо лишь бы на вот за говно тупорылые ролики ни о чем получать миллиард все вот так вот я думаю так это происходит даже в этих цивилизованных странах так вообще начал про свой канал вот вот этот ролик ну то есть он удалился ну и фиг с ним в общем если какие-то ролики делаете обязательно их копируйте куда-нибудь либо в интернет на google диск потому что канал вас просто закроют и вы не установите видео вот у вас видите удалено всего его нету это если бывает какое-то важное видео или вы работали хоп его нету поэтому копируйте в два места лучше даже жесткий диск и интернет в облако вот и на youtube особо не рассчитывайте потому что он ну бандитская гнида как бы вы давно уже всем известно в общем не новость может для кого-то будет новость может быть велю велью есть увидеть вью велью блин хостинг туда может быть полезьте мне пока туда просто лень лезть часть видео у меня есть копии да я накопировал в интернет их складываю в общем то давным-давно же это подозревал прямые сферы мне закрыли я особо им не занимался потому что ну не очень не схем нравится ты как ведущий как в основном получается как по телевидению ты типа ведущий сидишь рассказываешь и все а зачем как мне не нравится такая схема пускай приходят люди как бы совместный такой разговор бывает то есть можно было бы я бы вел прямые эфиры но пока я не знаю как это проблема решить чисто сидеть и пердеть как соловьев мне не очень нравится может потом что-нибудь придумаем ну к другим людям я захожу когда могу типа наказали меня я и не приводил не проводил их особо в чем наказание тогда я не понимаю прямые эфиры многие не проводят эти прямые эфиры какой-то youtube тупой ну да ладно в общем все пока ребята